Здравствуйте, дорогие телезрители! Этот выпуск программы будет посвящен неотъемлемой части любого образа, важной мелочи, по которой и определяется внутренний мир человека, его характер, образ жизни и даже статус. Итак, обувь. Вот основа нашего гардероба. О туфлях на шпильке мечтает почти каждая маленькая девочка. Пока никто не видит, она примеряет мамины туфли на высоком каблуке и дефилирует по квартире. Когда девушке исполняется 16-17 лет, наконец-то родители позволяют приобрести заветные туфельки. Первая пара на всю жизнь становится любимой и своего рода отправной точкой туфлемании, которая с годами только развивается. Благодарить за одержимость женщин великолепными туфлями на шпильках нужно Андре Перуджа, французского дизайнера, создавшего первые шпильки, и Сальваторе Феррагамо, итальянского дизайнера, придумавшего современную форму каблука шпильки. С 50-х годов 20-го столетия со времени их сотворения туфли на шпильках практически не выходили из моды. Только в 60-е и 70-е годы они немного утратили популярность из-за наступившей эпохи хиппи. Однако уже в середине 70-х туфли на высоком тонком каблуке получили новое рождение. В современном обществе обувь часто называют визитной карточкой человека, которая способна многое рассказать о своем хозяине. Поэтому так важно правильно научиться ее выбирать. Главными критериями, на которые стоит обращать внимание, являются качество, удобство и актуальность выбранной модели. Туфли черного цвета – классика, которая всегда будет актуальной. Элегантно выглядит обувь бежевых оттенков. Она идеально подходит для теплого времени года и хорошо смотрится с одеждой любого цвета. Единственное, что нужно помнить, это то, что колготки, которые вы с ними надеваете, не должны быть темнее самих туфель. Красная обувь уже давно перестала быть признаком дерзости. Сегодня она способна удачно расставить акцент в образе и преобразить даже очень скучный наряд. Темно-синие туфли считаются неплохой альтернативой обуви черного цвета. В зависимости от того, из какого они материала сделаны, синий цвет может смотреться по-разному. В 2018-м актуальной будет обувь бордового цвета. Темный оттенок является нарядным и строгим одновременно, поэтому туфли в таком тоне будут уместны как в офисе, так и на вечеринке или праздничном мероприятии. Кроме классических оттенков, в 2018-м модными будут туфли ярких контрастных цветов, таких как зеленый, желтый, розовый, фиолетовый и другие. Туфли-лодочки. Данная модель является универсальной, так как подходит для любого случая и хорошо сочетается с самыми разными нарядами. В новом сезоне дизайнеры представили лодочки классических цветов, но фаворитами все же стали белые и черные модели. Туфли с толстым каблуком сегодня можно встретить практически в каждой модной коллекции. Каблук в них может быть сделан из самых разных материалов, при этом они могут быть в тон туфлям или контрастировать с ними. Изюминкой нового сезона станут туфли с различными украшениями. Они составят идеальную пару вечерним нарядом. Это могут быть декорированные камнями толстые каблуки или же романтичные модели, украшенные бантами. Туфли с открытым носком. Такие модели можно назвать основным трендом 2018-го. Благодаря кокетливому вырезу они способны создать легкий соблазнительный образ. Их отличительной чертой является то, что несмотря на дизайн и форму, они всегда выглядят роскошно и лаконично. Единственным нюансом является их сочетание с колготками. Стилисты рекомендуют носить их без чулочных изделий или же выбирать колготки в тон обуви толщиной не более 20 дн. В противном случае это будет выглядеть нелепо и даже грубо. Хотите подчеркнуть изящество своих ножек, выбирайте туфли с ремешком. Хитом 2018 станут модели с Т-образным ремешком. Дополнительно они могут быть украшены всевозможным декором. И не забывайте главный принцип выбора. Дешевая пара обуви, плохая экономия. Подбирая модные туфли, обращайте внимание на то, как они будут сочетаться с вашим образом и гармонировать с одеждой. А если вы вошли в образ Золушки и нечаянно потеряли одну туфлю? О, не отчаивайтесь, смекалистый дизайнер уже давно нашел выход из такого положения. Заодно и принц поймет, кто хозяйка его находки. После просмотра следующей подборки фотографий, вы поймете, что туфли изобретают не только дизайнеры. Похоже, что инженерам в свободное время тоже есть чем себя занять. Продолжение следует... Продолжение следует... Согласитесь, некоторые из них можно отнести в произведение искусства или как минимум к оригинальным архитектурным строениям. Любопытно, а на подошве зубов может появиться кариес? Хочу заметить, что тот самый пресловутый Андрей Перуджа одним из первых начал хулиганить с моделями туфель. Некоторые его коллекции по сей день вдохновляют стирать рамки привычного и поражают своим необыкновением. Жизнь в гармонии с природой – это чудо, друзья! В мире моды колоссальные изменения, технологии не стоят на месте. Из-за спроса на этичные материалы, производители начинают искать альтернативы натуральной кожи. Один из таких материалов, обладающий теми же функциями, что и кожа животного происхождения, был разработан одной итальянской компанией. И как вы думаете, из чего? Из грибов. И получил название «Маскин». Кожа «Маскин» делается из шляпок грибов и обрабатывается таким образом, что становится неотличимой по внешнему виду от замши. Она прекрасно проводит воздух, сохраняет тепло и является такой же мягкой, как и животная кожа. По словам производителей, полное отсутствие химических веществ делает этот материал абсолютно нетоксичным и поэтому идеально подходящим для использования в производстве изделий, которые находятся в непосредственном контакте с кожей человека. Термоизоляционные и водоотталкивающие свойства превращают его в отличную основу для сумок, головных уборов и предметов домашнего интерьера. При лабораторных испытаниях было доказано, что новая кожа обладает высокой способностью впитывать влагу и быстро высыхать. Эти два фактора делают возможным использование «Маскин» также в производстве стелек для обуви или ремешков для часов. Пока еще кожа из грибов не получила широкого распространения, но возможно, что в ближайшее время она обретет большую популярность. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, зачем так мучиться, ведь производство кожи уже давно налажено и вряд ли индустрия испытывает ее дефицит. Вот вам несколько причин и не говорите, что они нерезонны. Время. На производство кожи, которую все знаем и привыкли, ходит около трех лет. На кожу из грибов – два месяца. Купив кожаные изделия из гриба, вы, собственно, можете спасти корову или еще какое-либо животное. При этом, как заверяют производители, эта кожа вполне доступна по цене, по крайней мере, не превышать стоимость аналогов из копытных животных. Не сказать, что «Маскин» амбициозно замахнулась на то, чтобы заменить грибами все кожаные изделия в мире, но согласитесь, предлагает им определенно заманчивую альтернативу. И все же выбор, как всегда, остается за покупателем. А на этом наша программа подошла к завершению. Дорогие зрители, не забывайте, что стиль – это единственное, что вы не можете купить. Он не зависит от того, какая у вас сумка и от ее бренда или цены. Стиль – это отражение нашей души, это эмоция. Всего доброго и давайте быть стильными! Субтитры создавал DimaTorzok